Вы смотрите программу «Город С» в студии Инны Румянцева. Здравствуйте! Использование компьютерной техники, сетей связи, мобильных средств коммуникации вошло в повседневную жизнь и стало для современного общества обычным делом. При этом само информационное пространство стало местом и инструментом преступления. С помощью компьютерных вирусов и других противозаконных технических средств злоумышленники могут получить доступ и к базам данных, и к банковским счетам, и к автоматизированным системам управления. К тому же мошенники весьма успешно используют психологические методы воздействия на потенциальную жертву, придумывая все новые и новые схемы. Как же не попасть под влияние преступников и защитить себя и свои сбережения? Какие профилактические меры принимают правоохранительные органы в борьбе с подобными преступлениями? Об этом нам расскажет начальник оперативно-сыскного отдела уголовного розыска Самарского управления МВД России Владимир Елясин. Владимир Михайлович, здравствуйте! Здравствуйте! Я предлагаю начать нашу беседу с цифр. Вот скажите, пожалуйста, сколько на территории Самары было зарегистрировано преступлением с использованием информационно-телекоммуникационных технологий? И я имею в виду вот истекший период 2024 года. И какова динамика этих преступлений, если сравнивать с предыдущими годами? Вы знаете, наверное, точную цифру на сегодня я вам не скажу, но, скорее всего, она приближается к 2000. Порядка 2000 преступлений в данной категории было зарегистрировано за этот год. Динамика, ну, ежегодная динамика прибавки данных преступлений составляет порядка 30%. Ох, это просто ошеломляюще прозвучало. Какую общую сумму похитили преступники? Такой статистики мы не ведем, но могу сказать, что от нескольких тысяч рублей до десятков миллионов. То есть речь идет о серьезных суммах? Как правило, да. А какие это преступления? Чаще всего кражи, мошенничество? Вы знаете, и те, и другие. Наверное, мошенничество регистрируем мы больше, чем краж. Но, как правило, данный вид преступлений, он сопряженный с теми и другим составом преступлений. То есть если получается у преступников получить доступ к вашим банковским счетам, денежным средствам, то они сами, так скажем, переводят эти денежные средства, и здесь образуется состав преступления кражи. Если они этого сделать не могут, то теми или иными способами принуждают вас самих перевести данные денежные средства. И в случае, если их перевели вы сами, то это уже состав мошенничества. То есть всегда сопряжено с обманом, введением в заблуждение жертвы, мошенничества? Как правило, да. А удалось ли раскрыть какие-то преступления вот именно в этой сфере? Потому что там есть проблемы, насколько я знаю, то есть сложности, да? Трудно раскрываются эти дела. Конечно, раскрывать данные преступления достаточно сложно в связи с тем, что преступники используют зачастую технические средства, которые позволяют им, так скажем, оставаться невидимыми, инкогнито. Все мы с вами прекрасно понимаем, что, да, есть всемирная сеть интернет, которая позволяет, находясь человеку в любой точке России, да, зачастую и не только в нашей стране, да, совершать данные преступления. Да. В этом сложность. В этом и есть самая большая сложность, да. Раскрываются данные преступления, да, конечно, наверное, не в том объеме, в каком бы нам хотелось, но порядка, наверное, 30% преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, раскрываются. Благодаря чему возможно это все-таки? Ну, здесь и технические возможности полиции, и оперативная работа сотрудников. Давайте рассмотрим основные схемы, которые используют злоумышленники. Вот покупка товаров на онлайн-площадках для нас, для всех неудивительна. Это привычное дело, повседневное даже, я бы сказала. Но уже известно, что приобретая тот или иной товар на маркетплейсах, мы тоже можем столкнуться с обманом. Вот расскажите, в чем таится угроза здесь? На что нужно обратить внимание пользователю, который зашел на эту онлайн-площадку? Ну, здесь, наверное, надо рассмотреть две схемы основные. Первое – это, так скажем, подменные сайты. Фишинговые. Фишинговые сайты, да, которые маскируют под настоящие площадки, да, на которых мы с вами все уже давно привыкли отшлять покупки. И второе – даже если вы находитесь на официальном сайте той или иной торговой площадки, то не всегда вы застрахованы от того, что на ней будут недобросовестные продавцы. Здесь обычно схема заключается в том, что вам предлагают тот или иной товар с приличной скидкой, да, которая вас интересует. После оформления заказа, как правило, вам приходит отказ и сообщение от продавца о том, что данный товар можно приобрести, например, у них со склада напрямую, минуя данный магазин. После чего вас пытаются перевести на общение в какие-то другие мессенджеры, где вам уже сбрасывают, так скажем, определенную ссылку на оплату, по которой вы проходите, оплачиваете, но товар вам в итоге не поставляется. Еще могут пообещать, что еще дешевле будет цена? Конечно, на это и рассчитано, что вы предполагаете о том, что вы сейчас получите большую скидку, купите этот товар немного дешевле, да, и получается ничего. Оплачивая товар на официальных сайтах всех этих торговых площадок, вы можете обезопасить себя тем, что, как правило, торговые площадки стопорят перевод денежных средств до момента вашего подтверждения, что вы получили товар, и только после этого они оплачивают его продавца. Переходя в другие мессенджеры и переводя деньги по тем ссылкам, которые вам прислали вне этой торговой площадки, соответственно, данный магазин уже не несет ответственности. То есть все, деньги ушли, концы не будут найдены. Ну, здесь, понимаете, опять же, мы сталкиваемся с такой проблемой, как использование таких фишинговых ссылок, да, по которым впоследствии отследить денежные переводы, ну, достаточно сложно. Плюс злоумышленники используют несколько банковских карт, несколько счетов для перевода этих денежных средств для того, чтобы, ну, так скажем, ни мы, ни сотрудники банка не могли очень быстро их отследить и заблокировать денежные средства. Поэтому здесь надо быть очень внимательным и, прежде всего, не уходить с официального сайта данной площадки, ну, и понимать, что вы зашли действительно на настоящий сайт, а не на поддельный. То есть тут надо обратить внимание на то, что сайт поддельный, он очень похож на настоящий сайт, там, может быть, в названии какая-то буковка очень похожа, но различается. Циферка, точка, любой знак, да. Маленькая точечка, но она уже сыграет роль, поэтому очень-очень внимательно вот надо быть с этим. Да. Так называемые рыдающие мошенники, ну, кажется, всем вообще про них известно, они работают по такой уже заезженной, я бы сказала, схеме, да, ваш родственник попал в ДТП, мне кажется, уже всем звонили с такими, с такой информацией. Почему люди все-таки продолжают в это верить, продолжают деньги свои отдавать? Вы знаете, здесь большая проблема в том, что жертвами данных преступлений, как правило, становятся пожилые граждане. И, ну, в силу своего возраста, да, и, так скажем, они более открыты и доверчивы, наверное, чем молодое поколение, да, и не всегда могут сориентироваться в сложившейся ситуации. И желание помочь своим, ну, близким, родственникам, оно преобладает. Поэтому бабушки, дедушки наши отдают зачастую свое последнее. В Самаре такое часто происходит? Какие-то есть вот у вас примеры? Часто. Последний год, наверное, количество таких преступлений немного сокращается. Все-таки бабушки тоже стали не так доверчивы, слава богу. Здесь, наверное, все-таки работа в плане доведения информации и профилактических мероприятий играет немаловажную роль. Но, тем не менее... Тем не менее, мы сегодня еще раз, еще раз об этом, обо всем рассказываем и повторяем, чтобы, вот, по возможности предотвратить такие преступления. Да, здесь, да, позвольте, я еще добавлю, у нас в последнее время появилась, помимо такой легенды ДТП, да, когда прозванивают пожилых граждан, это перевод денежных средств в недружественные страны. А что предлагают? Легенда отличается от легенды ДТП, но способ совершения тот же самый. То есть потерпевшего вводят в заблуждение о том, что его денежные средства, возможно, уйдут с его банковских счетов, либо его могут заподозрить в переводе данных денежных средств в недружественные страны, и поэтому их нужно передать, так скажем, курьеру от Росбанка, от финмониторинга, ну, либо какие-то другие данные злоумышленники придумывают. И потерпевшие также передают эти денежные средства. И вот всегда, часто очень в таких схемах присутствует курьер. Вот об этих курьерах расскажите вообще, кто становится этими курьерами? Это люди более молодого поколения или, наоборот, более взрослые, работающие, безработные? И вообще они понимают, что они вовлечены в преступную схему? Вы знаете, как правило, здесь все-таки преобладают более молодое поколение, желающие быстро заработать, так скажем, неплохие деньги, при этом не выполняя никакой, так скажем, физической работы. Обычно этих курьеров находят в социальных сетях, в различных мессенджерах, предлагая работу. Да, злоумышленники вуалируют, так скажем, смысл данной работы. То есть ничего противозаконного? Они говорят, что да, что все законно, что все хорошо, вы будете забирать денежные средства, либо это криптовалюта, либо это какая-то инкассация, либо это какие-то долги, либо еще что-то. Но, тем не менее, они проводят определенные инструктажи с данными курьерами для того, чтобы они, так скажем, не скомпрометировали себя и потом не были задержаны. То есть закрывать лицо, не попадать на камеры. Они, приходя на адреса, так скажем, к нашим потерпевшим, называют себя другими именами. Но вот такие инструкции разве не наводят на размышления о том, что это вряд ли законные действия? Ну, я считаю, что да. Здесь человек должен понимать о том, что он забирает денежные средства у пожилых граждан и потом их куда-то отвозит, отдает, либо переводит через банкоматы на неизвестные счета, то здесь, я думаю, стоит задуматься. Стоит задуматься? Это, наверное, уголовная ответственность? Да, это уголовная ответственность. Наверное, стоит задуматься все-таки, да. Конечно. Стоит ли быть таким курьером и зарабатывать с таким нечестным способом быстрые деньги эти? Это мошенничество. Мошенничество. На безопасный счет, так сказать, да. Но мы уже знаем, что не существует никакого безопасного счета. Банковские работники не звонят. Но все-таки случается, что мошенники вынуждают пожилых, как правило, людей, и кредиты брать, и достаточно большие суммы похищают. Вот таких случаев у нас много? Таких случаев у нас много. Здесь обычный телефонный звонок, который, так скажем, врасплох застает наших потерпевших. И здесь стоит отметить, что не только пожилые граждане становятся объектом, но и достаточно молодые люди, которые, так же, как вы сказали, берут кредиты, продают свои квартиры и переводят эти денежные средства. Вот эта легенда, звонок сотрудника банка, сотрудника правоохранительных органов, она очень распространена. Так она продолжает эффективно работать, выходит? Ну, наши граждане до сих пор верят в это. Хотя, так скажем, инструктажи сотрудников банков, да, когда они, когда к ним приходят потерпевшие для оформления кредитов, они во всех случаях с ними общаются, расспрашивают, для каких целей вы берете кредит, никто ли вам не звонил, они поступали ли вам звонки от сотрудников полиции, банков, ФСБ, финмониторинга. И все потерпевшие утверждают, что нет, 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 мне никто не звонил. Почему? Я не могу объяснить данную ситуацию, но... Такое мощное психологическое воздействие. Такое мощное психологическое воздействие со стороны преступников. Скорее всего, это из-за этого. Но что делать-то в данном случае? Вот этому человеку, который пришел за кредитом, ему пытаются помочь, предотвратить возможную беду, вот эту, да? Ну, наверное, стоит все-таки прислушаться к работнику банка, к официальному работнику банка, который сейчас с тобой с глазу на глаз разговаривает. К сожалению, даже и сотрудников полиции, они иногда не слышат, и после проведения профилактических бесед повторно переводят свои денежные средства. Но здесь основное правило – это не общаться с мошенниками. Поступил такой звонок, положил трубку, перезвонил в банк по телефону горячей линии и выяснил все вопросы. Здесь, скорее всего, играет такую большую роль – это желание людей сохранить свои денежные средства, и поэтому начинают бездумно, быстро, так скажем, действовать, переводить их, снимать и так далее. Вот это вот подгон все время, быстрее, надо сделать срочно, надо сделать быстро. Не звоните никому, ни с кем не советуете, с родственникам не звоните. И вот это вот людей тоже как-то вот убеждает все это сделать. А что сами жертвы рассказывают? Они вот в момент беседы своей с мошенниками, с преступниками, они как-то что-то предчувствовали, возможно, сомнения какие-то у них все-таки возникали. Почему они не положили трубку, почему они позволили этому случиться? Что сами они говорят, жертвы? Ну, как правило, все жертвы говорят о том, что мы обо всем этом слышали, мы видели много передач, мы читали там об этом в различных интернет-пабликах, да, слышали по радио, и нам рассказывали и родственники, и друзья, и знакомые. Но что-то в этот вот момент почему-то поверили злоумышленникам. Почему-то кажется, что это не со мной происходит. Не со мной, все говорят, да, со мной этого быть не могло. Но тем не менее. И поэтому здесь, еще раз повторюсь, основное – это после такого звонка повесить трубку и перезвонить в свой банк. Ну, у нас у всех с вами, да, на обороте банковской карты есть телефон горячей линии, да, все мы их практически уже знаем, да, потому что век технологии, все мы завязаны на онлайн-банках, да, электронных переводах и так далее. Поэтому здесь только звонок в банк и посоветоваться с друзьями. С соседями, с родственниками. Не важно, да. Не важно с кем, чтобы просто еще одна голова была привлечена. Обратиться в полицию, в конце концов, в ближайший отдел, прийти и написать заявление о том, что мне поступил вот такой-то звонок, с такого-то номера, о том-то, о том-то. Не принимать быстрых решений, по крайней мере, на эмоциях вот на этих. Конечно, потому что после того, как перевели свои денежные средства, мы с вами понимаем, да, что процесс перевода – это, ну, одномоментные, да, какие-то минуты буквально, да, и злоумышленники уже имеют доступ к этим денежным средствам. Дальнейший перевод тоже займет несколько минут. Обналичивание этих денежных средств через банкоматы и так далее – это тоже, ну, время двух-трех часов максимум. Как правило, мы, да, пытаемся отследить эти денежные средства, которые ушли со счетов наших потерпевших, и когда получаем уже информацию от банка о том, куда эти деньги ушли, то мы видим, что, как правило, очень быстро эти денежные средства либо переводятся, либо снимаются. Вот социальные сети – это еще одна площадка для такого вида преступлений, киберпреступлений, их можно назвать одним словом. Какие схемы здесь используются? Ну, здесь различные сайты знакомств. Здесь сообщения… Вы выиграли в какой-нибудь лотерее, в которой и не принимал участие человек. Вы выиграли в лотерее, да. Можете вложиться в определенный финансовый проект, который вам будет приносить огромные прибыли. Вы только сейчас положите такую-то сумму денег, и потом вы получите еще больше. Люди начинают, так скажем, втягиваться в это, да, им присылают различные картинки с графиками, с суммами, то есть о том, что вот ваш доход вырос. Потом начинается такой классический развод. Для того, чтобы вывести эти денежные средства, нужно заплатить налог, нужно заплатить инкассацию, нужно заплатить там за перевод в банки, и человек платит, платит, платит до тех пор, пока денежные средства не кончаются, ну, либо он не понимает о том, что его обманули. Здесь же есть, наверное, такой вид преступлений, когда взламывают социальные сети, и всем знакомым, так скажем, из списка контактов, да, рассылают сообщения. Привет, у меня тут есть небольшая проблема, можешь помочь финансово, там, ну, и определенные суммы, там, да, кто сколько может. Вот, пришли, пожалуйста, на эту карточку. Люди тоже начинают, ну, так скажем, из добрых побуждений помочь своим знакомым, да, переводить сразу денежные средства. А нужно что сделать? А нужно прежде всего позвонить этому знакомому и спросить, что у тебя случилось, и действительно ли это ты просишь эти денежные средства. Но это минутное дело, не займет много времени. На самом деле, очень полезный звонок, потому что и человек этот сам узнает, что его взломали, он другим своим друзьям по социальной сети просит эту информацию, что товарищи друзья меня вот взломали, поэтому имейте в виду, что со мной все хорошо, я не прошу ни у кого никакой помощи. Да, успеет разослать эти денежные средства, восстановить доступ к своему, так скажем, аккаунту в социальной сети, и тем самым убережет своих знакомых от того, чтобы они стали жертвами преступления. Что делать и куда следует обращаться, если вот человек уже почувствовал, что он, да, вот стал жертвой этого обмана? Ну, здесь нужно сделать два простых шага. Это первое – позвонить в свой банк, заблокировать все свои счета и движения по этим счетам, и в тот же момент обратиться в ближайший отдел полиции. Вот если такие быстрые действия предпринимает потенциальная жертва, удается деньги сохранить или вернуть? Здесь все зависит от того, насколько скоро человек обратился, так скажем, в свой банк. Если денежные средства со счета еще не ушли, то их заблокируют, и они уже, так скажем, без визита в банк с паспортом никуда со счета не денутся. Если человек очень быстро обратился в правоохранительные органы, и нам удастся установить счет, на который эти денежные средства ушли, то мы, так скажем, достаточно оперативно можем заблокировать тот банковский счет, и в дальнейшем, уже в процессе расследования уголовного дела, данные денежные средства будут возвращены. Люди на просторах интернета вообще бывают часто излишне открыты и излишне откровенны, я бы так сказала. Вот какую информацию лучше вообще не публиковать в соцсетях? Ну, прежде всего, это свои полные данные, это данные банковских карт и счетов, ну и фотографии паспорта. Тоже является одним из способов совершения преступления путем онлайн заявок в микрофинансовые организации на получение микрофинансовых вот этих кредитов маленьких, так скажем, да, но их могут набрать достаточно большое количество, имея ваш паспорт, да, и зная все ваши данные. Поэтому этого делать не стоит. Говорят, предупрежден, значит вооружен. Я, собственно, к чему? О мерах профилактики киберпреступлений, об информации, о правовом просвещении. Вот в чем выражаются все эти меры? Ну, знаете, наверное, это один из самых действенных способов, да, донести информацию и обезопасить наших граждан от данного вида преступлений. Это, так скажем, одно из контрольных направлений нашей работы. Это взаимодействие с банковскими учреждениями, взаимодействие с администрацией города, с различными территориальными общественными советами, управляющими компаниями и транспортными компаниями. Я думаю, что жители нашего города слышали ролики профилактического характера и в метро, и в общественном наземном транспорте. Также видели памятки профилактического характера и в кредитно-финансовых учреждениях, и в местах общественного, ну, такого большого пользования, да, в больницах, в школах, в администрациях, в торговых центрах. Размещение аудиодорожек в торговых центрах тоже, так скажем, один из способов донесения данной информации. Большие плакаты, билборды, да, администрация нам помогает в данной работе. То есть, так скажем, профилактика – это одно из контрольных направлений, которые мы, так скажем, проводим на постоянной основе. Встреча с большими трудовыми коллективами, больших наших, так скажем, предприятий города, да, постоянно проводится, постоянно доводится информация, ну, раздается определенная, так скажем, типографская продукция, да, так скажем, памятки наши, поэтому… А вот с пожилыми? Ну, с пожилыми гражданами – это вот, спасибо вам, так скажем, это телевидение, это радио, ну и плюс работа в жилом секторе сотрудников, то есть это адресное доведение этой информации. Здесь большую работу проводят участковые, уполномоченные, которые непосредственно при проведении встреч с населением, при проведении поквартирного обхода, также доводят эту информацию и стараются охватить, так скажем, всех жителей пожилого возраста, объяснив им способы совершения мошенничества и как от этого уберечься. Ну что ж, все самые важные, главные мысли прозвучали, от нас, от всех требуется, наверное, быть внимательными и хладнокровными, да, когда речь идет о наших собственных сбережениях. Да, здесь, наверное, стоит задуматься о том, что до того, как ты перевел свои денежные средства, они остаются у тебя, а после того, как ты их перевел, то в распоряжение они попадаются, к сожалению, к злоумышленникам, и вернуть их уже достаточно сложно. Поэтому здесь, прежде всего, да, вы правильно сказали, остановиться, подумать, взвесить, спросить, только после этого уже принимать какие-то решения. Трезвые и взвешенные. Наше эфирное время подошло к концу. Владимир Михайлович, благодарю вас за разъяснение. Напомню, сегодня нашим гостем был начальник оперативно-сыскного отдела уголовного розыска Самарского управления МВД России Владимир Елясин. На этом я с вами прощаюсь. Берегите себя и своих близких. Субтитры подогнал «Симон»!